Россия пытается, так сказать, выстроить некую тактическую игру, значит, как бы поддергивая то Янковича, то Тимошенко. Позиция эта правильная, исходя из текущего понимания, ну, во всем случае, как это заметно снаружи, российско-украинских отношений. То есть применительно к подлости, как говорится, потому что в России нет стратегии в отношении к Украине никакой. И в рамках отсутствия стратегии нам действительно все равно. То есть рефлекторно нам все равно. На мой взгляд, хуже Януковича для России не потому, что он будет вести худшую политику или лучше, а потому что Янукович ассоциируется в достаточно значительной части электората украинского и в России тоже, как якобы прорусский или более прорусский кандидат, коим он, безусловно, не является. Что надо четко понять? Россия очень удовлетворена поражением Ющенко. Оно для нас символично. Ющенко, так сказать, воздалось и так далее. Означает ли поражение Ющенко не то, что конец, а даже облом технический в ходе реализации оранжевого проекта? Безусловно, нет. Это вторая фаза оранжевого проекта. Первая фаза, для которой нужен был Ющенко, то есть человек совершенно манипулятивный, совершенно отмороженный, готовый ради выполнения задачи пожертвовать практически своим политическим будущим. В общем, тоже относительно, потому что бандеровская Украина существует. Она локализована, она небольшая, очень громкая, очень вонючая, гораздо более влиятельная, чем ее реальная доля. И он пытался весь последний период, ему в какой-то степени взялось, укрепиться там политический лидер. Такой экспортный вариант. Там есть внутренний вариант, тягни бог. Такой открытый, совершенно фашист, нацист. И экспортный вариант, приемлемый за Запад, это Ющенко, который красиво говорит и имеет специально представленную к нему американскую жену. Кстати, тоже из бандеровцев. Задача какая была? Задача была вскрыть украинскую голову, то есть проломить череп. И в этот череп напихать, грубо, напихать всю эту национально сведомую ерунду. С точки зрения метафизической, а с точки зрения практической, это просто широчайшая инфильтрация во все структуры, высший слой украинской иерархии, носителей этой самой ерунды. Эта задача, в общем, выполнена. И они там остались. И никуда они оттуда при нынешней схеме, при нынешней системе оранжевой не денутся. Оранжевая система, она абсолютно зациклена. Она занимает всю легальную политику украинскую. И в этом ее смысл. Ее смысл в том, что внутри этой легальной политики, внутри легальных политических процедур не могло появиться никого. Вот на этапе Ющенковском, на раннем этапе, да, и подготовки к нему, приходилось действовать грубыми средствами. То есть физически ликвидировать людей, которые трудно интегрировались в эту систему, были слабоуправляемыми. Вот Кушнарев, который, значит, при разных странных обстоятельствах исчез, да, очевидно, не был достаточно программированным человеком. А Янукович таким человеком является. Я берусь утверждать, что нынешний успех Януковича, безусловно, связан с тем, что ему разрешили. В рамках оранжевой системы ему разрешили. Янукович – абсолютная органичная часть оранжевого проекта. Раньше его роль была какая? Вот покуда тебе ломают череп, главное, чтобы ты не дергался, да? Вот его задача, чтобы этот коллекторат не дергался. Он абсорбент, он должен был его абсорбировать и вылезть в помойку. Его абсолютная, просто, я бы сказал, неограниченная воля к поражению Януковича, она просто на этом месте была нужна, она была заказана. Связано ли это с особенностью его натуры, или ему так объяснили, или он так догадался сам. Но важно, что это очень важная часть. Это не случайное качество. Вот был бы на месте Янукович или не Янукович, и все было бы иначе. Не было бы его на месте, если было бы иначе. Просто не было. А был бы все равно Янукович. Такой ли, другой ли, толстый, маленький. Сейчас он дорос. Он заслужил доверие, он дорос до того, чтобы быть кандидатом в легитимные лидеры всей этой оранжевой фигни. То, что не обязательно во главе Украины должен стоять такой, я бы сказал, сепаратистский местечковый бандеровец, это даже лучше для этой оранжевой схемы. Зачем? Зачем? Задача выполнена. Зачем все время раздражать? Оранжевая система существует зачем? Она существует с одной единственной целью. Чтобы в рамках политической системы легально действующей невозможен был реинтеграционный проект с Россией. Все возможно, все остальное ради Бога. Целоваться можно, бабки пилить можно, воровать можно, не воровать тоже можно. Реинтеграция невозможна. Смысл украинской политики, а политика и смысл это одно и то же. Только один. Все остальное это ерунда. Значит, это с Россией или против России. Нейтральный промежуточный нельзя, потому что проект Украина это проект, созданный против России. Таким образом, всякий украинский политик, который занимается смыслом, он занимается либо войной с Россией и уничтожением и истреблением России, как мирового игрока, как серьезного государства. Либо он занимается, в общем-то, ликвидацией Украины. Это ликвидационная комиссия по проекту Украины. Никак иначе это существовать не может. Поэтому вообще эти выборы не про что. И, кстати, между прочим, заметите, что украинцы выборы играют. Они как на футбол на эти выборы ходят. Явка большая, а эмоций ноль. Смотрите, казалось бы, после Майдана. Майдан-2, да, та же самая ситуация. По второму разу. Как бы реванш. Решается судьба. А все на Украине, в России, в Америке, в Европе абсолютно спокойны по поводу этих выборов. Потому что от них ничего не зависит. Что такое настоящая либеральная демократия по-западному? Это непредсказуемый результат, от которого ничего не зависит. Украина вписывается в эти рамки. Украине навязана игра по правилам, при которых у России никаких шансов победить не может быть. Потому что это единственное правило, которое в этой игре неизменное. Главное качество Юлии Владимировны в этой политической игре – это ее абсолютная зависимость от американской юстиции. Она квалифицирована американским судом как соучастница Лазаренко, которой не предъявлены обвинениями. Дальше я задаю простой вопрос. Загадка такая чудовищная. А почему ей не предъявлены обвинения? Разгадывать загадку не буду. Ну, сложно очень разгадать. Не получится, наверное. Вот и все. Вот и все. Юля – человек, не имеющий никакой четкой идентичности. Ни национальной, ни нравственной, ни политической. Даже половая идентичность ее, не даром она считается единственным мужчиной в украинской политике. Но у нее есть одна идентичность. Это идентичность относительно американской юстиции. Генеральная прокуратура Украины направила запрос. Это такое мелкое издевательство над Юлей. В правительство Украины по поводу конфискации счетов Лазаренко. А не заинтересованы ли правительство Украины к возвращению части этих денег, поскольку они украдены у Украины. В бюджет Украины украинское правительство не отреагировало на запрос. Опять же еще загадка номер два. Почему украинское правительство возглавляемой Юлии Тиношенко не интересуется возвращением конфискованных средств, половина которых прошла по счетам Юрия Владимировича Тимошенко.